Беседа 67, страница 714, Бытие 48-21 Мы обещали докончить беседу об Иакове в прошедший раз, но как слово наше уже слишком распространилось, то мы не могли вполне выполнить обещание. Поэтому я хочу сегодня предложить оставшиеся от прежних бесед, дабы, хотя ныне, если Бог даст, достигнуть конца. Но прежде нужно напомнить вашей любви, на чем мы в прошедший раз остановили наше слово, чем заключили поучение. Вы, конечно, знаете и помните, что когда праведник, намереваясь благословить детей Иосифа, предпочел Ефрема Монассии, и когда отец был этим огорчен, то сказал ему «Знаю, чадо, что от этого произойдет многочисленный народ, и благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль». До этого места, доведшее слово, мы, чтобы множеством сказанного не обременить в вашей памяти, здесь и прекратили поучение. Итак, сегодня, если угодно, мы рассмотрим последующее. И сказал Израиль Иосифу «Вот, я умираю, и Бог будет с вами возвратить вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который взял я из рук Амареев, мечом моим и луком моим». Когда благословлял он сыновей Иосифа и, предвидя будущее, предпочел младшего старшему, то желая убедить Иосифа, что он сделал это не просто и не напрасно, но предсказывая будущее, предуказывает ему и собственную свою кончину, и то, что потомки его возвратятся из чужой земли в Ханаан, в землю отцов своих, и тем поддерживает в них отрадные надежды, дабы они ободрялись ожиданием. Ведь надежда будущих благ всегда уменьшает трудности настоящей жизни. Показывая и самое время кончины своей, любовь к Иосифу, говорит ему, «Я даю ему один участок, который взял из рук Амареев. Этим как бы объясняю, что совершенно это сбудется сообразно с моим предсказанием. Вы возвратитесь и наследуете землю отцов ваших, даже и город. Я даю тебе в наследство, Сихем, преимущественно перед братьями твоими. Город, который я взял из рук Амареев, мечом моим и луком». Что это значит? Здесь Яков приписывает себе то, что Симеоном и Левием сделано было с сихемлянами, и потому говорит, «Который я взял мечом моим и луком из рук Амареев». Но здесь, кстати, кто-нибудь может спросить, почему он приписывает себе это дело, а потом делает завещание. Он, как написано, укоряет их в этом же самом поступке. Не противоречит сам себе праведник, но обнаруживает кротость своей души и то, что это сделалось без его ведома. Он не только не был доволен случившимся, но даже порицал, когда так случилось. Итак, желая показать свою любовь к Иосифу, уступает ему сихем и говорит, «Который взял мечом моим и луком». Хотя, то есть, это они, Симеон и Леви, сделали, но теперь это в моей власти. Если отец – владыка своих детей, то тем более владыка того, что приобретено ими. Если же он владыка, то он может разделять стяжание, как хочет. Итак, желая показать Иосифу свое расположение, Иаков высказал не только благословением Ефрема и Монассии, но и через оставление избранного сихема в наследство сыну. И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Заметь благоразумие праведника, предузнав время своей кончины, он призывает к себе детей. «Придите, – говорит, – и узнайте от меня не настоящее, и не то, что будет в скором времени, но то, что будут в самые отдаленные дни. И это я возвещаю вам не от себя, но по вдохновению от Духа, поэтому я и буду провозвещать события, имеющие быть потом через многие поколения. Готовясь оставить эту жизнь, я хочу в каждом из вас напечатлеть память событий, как на медном столпе. Теперь смотри, как праведник, в собрании детей, сохраняя порядок их рождения, дает каждому из них соответствующее каждому или проклятие, или благословение, показывая и этим превосходство своей добродетели. Начинает с первенца. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и на тебя так силы моей, верх достоинства и верх могущества». Смотри, как велика мудрость праведника. Желающий более усилить тяжкое падающее на Рувима осуждение. Говорит сначала о преимуществах, принадлежащих ему по рождению, о первенстве, которое имел он, будучи начатком детей и наслаждаясь достоинством сына первородного. Затем, как бы на медном столпе, начертывает его самопроизвольное преступление, показывая тем, что нет никакой пользы от преимущества природы, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качество воли привлекает или похвалу, или укоризну. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Ты, говорит, по собственной прометчивости потерял достоинство данной тебе от природы. Затем описывает и самый род преступления, дабы произнесенное на него осуждение послужило величайшим и для потомков уроком не отваживаться на подобные дела. Здесь он намекает на сожитие Рувима с Валою. Вот как Яков разумением, дарованным ему от духа, предупреждая последующее узаконение Моисея именно, что непозволительно отцу и сыну вступать в сожительство с одной и той же женой, запрещает, уже произнося через это осуждение своему сыну. Ты осквернил, говорит, постель, вошедший на ложе отца твоего. Ты совершил дело беззаконное за то, что ты так оскорбил меня, как вода бушевал. Бесплодно для тебя будет это покушение, потому что ты даже к отцу своему, не имея никакого уважения, дерзнул осквернить ложе. А дабы последующее поколение избегали подобных дел по устроению Духа Святого, это осуждение заключено в письмена. Так что все слышащие это вразумляются и видят ясно, что нет никакой пользы в преимуществах, даруемых от природы, если они не сопровождаются соответственными делами воли. Затем, достаточно уже обличив этот гнусный поступок, переходит к Симеону и Левию. Симеон и Леви – братья орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Ревность, которую они выказали за свою сестру, увлекла их в несправедливость. Потом, объясняя, что они привели намерение свое в исполнение этого без его ведома, он и говорит то, да не будет говорить того, чтобы я принимал участие в их намерении, или чтобы я соглашался на такой несправедливый их поступок. Безрассудно было их раздражение, хотя и погрешил сихем, но при всем том не должно было всех подвергать такому убийству. Здесь Яков разумеет сына Емморова, называя его тельцом, по его цветущему возрасту. Наконец, упомянув о делах Симеона и Левия, Яков присовокупляет и проклятие. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Он разумеет здесь коварство, которое они употребили против сихемлян, а обманув их и коварно напав на них. Ярость их, говорит, дерзко, опрометчиво, безрассудна. Тогда, как сихемляне думали показать им свое расположение, они выказали ожесточенную злобу и поступали с ними, как с врагами. Сказав о сделанном ими преступлении, Яков предвозвещает и наказание, которое ожидало их за это. Они, говорит, будут повсюду рассеяны. Дабы всем было известно, что они потерпели это в наказание за свой дерзкий поступок. «Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих поклонится тебе сыны отца твоего». Благословенное данное Иуде таинственно. Оно предзнаменовало все то, что относится ко Христу. «Иуда, тебя восхвалят братья твои. Так как по устроению Божией Он, Христос, умел произойти из этого колена, то поэтому движимый Духом Святым в словах обращенных к Иуде предвещает не только нишествие Господа к людям, но и таинство воплощения, и крест, и погребение, и воскресение. Словом сказать, все. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» Указывает на покорность, какую они окажут. «Предрекает о царстве его, потому что в Священном Писании под образом этого животного, льва, изображается обыкновенно царское достоинство. Здесь, разумеет, крест и погребение его лег, уснул. Кто поднимет его?» «Как спящего, или льва, или скимина, никто не осмелится разбудить. Так, — говорит он, — возлег, уснул, как лев, как скимин. Сам он сказал, — я имею власть положить душу мою, имею власть принять ее опять. Потом Яков ясно указывает и время, какое по устроению Божию имел явиться Христос. Не отойдет скиптор от Иуда, и законодатель отчересл его. Да коли не приидет примиритель, и ему покорность народов. Да то ли, — говорит, — иудейские усыновления, и князья из иудеев будут продолжаться, пока придет он. И хорошо Яков сказал, — да коли придет тот, которому отложено, то есть которому предуготовано царство. Поэтому он есть чаяние языков. Смотри, как он уже говорит о будущем спасении язычников. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Под образом осленка опять предвозвещает приведение язычников. Так как осел считался нечистым животным, то Яков говорит, что эти нечистые языческие народы он приведет с такой же легкостью, как если бы кто-нибудь привязал осленка к виноградной ветви, выражая этим и величие власти, и великое послушание народов. То знак большой кротости осла, что он не противится, когда его привязывают к виноградной ветви. А о виноградной лозе Христос сам уподоблял свое учение. Я, говорит, виноградная лоза, а отец мой виноградарь виноградными же ветвями назвал кротость заповедей Христовых и легкость закона, и тем предвозвещал, что язычники будут удобо преклоннее к вере, нежели те иудеи. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. 712. Смотри, как здесь наименовал, назнаменовал все таинство. Посвященное в таинство знает, что значит эти слова. Моет одежду свою в вине. Под одеждой, я думаю, разумеется, тело, которое для совершения спасения удостоил носить Христос. Потом, чтобы в точности показать, и что он назвал вином, Яков и присовокупляет. И в крови гроздей виноградных моет одежду. Смотри, как он наименованием крови означал заклание и крест, и все строение таинства. Здесь под образом вина и очей он хочет показать нам его прославление. Белые зубы его от молока показывают праведность и славу судьи. Под образом зубового молока ничто другое хотел означать, как то, что суд будет так же чист и светел, каково свойство молока и зубов. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Смотри, как и этому предвозвещает место поселения, и то, что он распространится даже до Сидона. Из Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятная, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату Дани. Это похваляет за то, что он избрал земледелие, и труд над землей предпочел всему. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, выизвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Дивиться и изумлять себя надо, как этот праведник, провидя все очами духа, предсказывался нам своим, что с каждым из них случится. Он предвозвещает то, что будет уже через долгое время. Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Ассур для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, деревин фрослый, распускающий прекрасные ветви. Вкратце, коснувшись этих сынов, Яков переходит затем к Иосифу и говорит, Иосиф, сын возвращенный, ревностный, Иосиф, сын возвращенный, сын юнейший. Ты с самого начала сделался предметом зависти, что на него советовались и укоряли, разумеется, о умышлении против него братьев. Так как выше сказано было, что они принесли отцу злую хулу на Иосифа, то и Яков и говорит здесь. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, указывая на их смертоубийственный замысел. Но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Смотри, как сказав о покушении их против Иосифа, говорит теперь о том, что после с ними самими случится, что он сотрет их главу, луки. Они покушались убить его и сколько могли приводили в исполнение свой замысел. Но луки их сокрушились и мышцы их ослабели. Не действительно ли это с ними и случилось, когда они услышали слова Иосифа? Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Тогда особенно, тогда ослабели их мышцы рукой крепкого Якова. Оттуда укрепился Израиль от рук мощного бога Яковлева. Оттуда пастырь. Тот, кто ослабил мышцы их, говорит он всемогущ. Сам бог мой помог тебе. Посмотри на эту искреннюю любовь праведника к Господу, по которой он Господа вселенной называет только своим богом. Не ограничивая тем его владычество и не отвергая его власти над вселенную, но выражая собственную свою сильную любовь к нему. И благословил благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятностей холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на теме неизбранного между братьями своими. Здесь он разумеет славу, знаменитость и владычество Иосифа над Египтом. Под образом горы холмов, означая величие силы его, так как он возведен был на самую высочайшую степень власти. Поэтому и говорит так. Эти благословения, говорит, прибудут на главе твоей. Вениамин хищный волк утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. И здесь Яков предвозвещает, имеющая быть спустя долгое время, именно что Вениамин, как волк, будет нападать, похищать, истреблять и делать тысячи зол. Так как Яков всем сынам возвестил соответствующее каждому благословение, то и сказано. И вот, что сказал им Отец их и благословил их, и дал им благословение каждому свое. То есть каждому предвозвестил то, что следовало. И предрек будущее событие в каждом колене. Наконец, сделав внушенное ему духом распоряжение, говорит им. Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитейнина. 721. Заметь, какое утешение он подает им через это завещание. Они могли понимать, что праведник этого не завещал бы, если бы верно не знал о будущем возвращения их и об освобождении от рабства египетского. В пещере, которая на поле махпелось, то предмамре в земле Хананской, которую пещеру купил Авраам с полем у Ефрона Хитейнина, собственность для погребения. Посмотри на кончину праведника, как она была чудесна. Сделав распоряжение относительно своих детей, он положил ноги свои на одр, как бы с удовольствием встречал свою смерть. После всех распоряжений он возлёг, возложил ноги, то есть выпрямил их и протянул их, и окончил жизнь свою. Яков завещание скончался и приложился к народу своему. Видишь ли нежную любовь сына? Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И по отлучению души припал Иосиф на лицо отца своего, и целовал его. После того Иосиф позаботился привести в исполнение завещание отца, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. А сам он оплакил её сорок дней, дней погребения, а Египет семьдесят дней. Когда было сделано всё установлено, Иосиф извещает фараона и бывших при нём о завещании своего отца. И говорит, заклял меня отец мой, чтобы я похоронил его во гробе, который выкопал он себе в земле ханаанской, чтобы там похоронил его. Надлежит, говорит, мне исполнить заповеданное мне отцом моим. Сделав по его воле, я возвращусь. Фараон, высушив это, дал позволение. И весь дом Иосифа, и братьевы, и дом отца его. Пошли только детей своих, и мелкий крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. Посмотри, какое усердие выказывают египтяне из почтения к Иосифу. Они отправляются вместе с Иосифом, так что составляют полк весьма великий. И дошли они до Гарен-Гатта, до Приорда. Они плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своём семь дней. И видели жители земли Тойха на ней плач в Гарен-Гаттаде. И сказали, велик плач этот у египтян. Посему нарислено имя Месу, тому плач египтян, что при Иордане. Ты, возлюбленный, слушай это, не оставляй без внимания. Но сообрази время, в которое всё это происходило, и не подвергай Иосифа никакому осуждению. Тогда ещё не были сокрушены врата ада, не были растогнуты узы смерти, и смерть ещё не почиталась успением. Поэтому люди и поступали так, страшась смерти. А ныне, по благодати Божией, смерть стала сном, кончина успением. Ныне мы имеем много уверения в воскресенье. Так что, переходя от жизни в жизнь, мы радуемся и веселимся. И что я говорю от жизни в жизнь? Из худшей в лучшую, из временной в вечную, из земной в небесную. Наконец Иосиф, исполнивши всё, возвратился в Египет сам и братья его, и все сопровождавшие его. Но затем, посмотрев, какой боязни были братья Иосифы, и какой страх потрясал их души. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас, и захочет отомстить нам за всё зло, которое мы ему сделали. Страх сильно смущал ум их, и угрызаемой совестью они не знали, что делать. Поэтому, говорится, видя кончину отца, и опасаясь, чтобы Иосиф за поступки их против него, не подверг их заслуженному наказанию, послали сказать Иосифу. Отец твой перед смертью своей завещал, говоря так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Смотри опять, как они становятся обвинителями самих себя. Замечай, как велика обличительная сила совести. Вы вполне знаете, что вы сделали неправду и грех, что причинили зло. Вот как, не будучи никем, принуждаем, они обвиняют сами себя и говорят, Отец наш заповедовал, чтобы ты простил неправды нам. Ради Бога Отца твоего. Посмотри, что значит добродетель. Как она сильна и непреоборима. И как бессильно зло. Вот человек, столько пострадавший, теперь господствует. А те, которые так поступали с братом, сами просят быть рабами того, кого сами же продали в рабство. 723. Но выслушай еще, как не злопамятен был Иосиф в отношении к своим братьям. Как он желает всеми способами утешить их и убедить, что они нисколько не согрешили против него. Он сказал, Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Не бойтесь, говорит, не беспокойтесь. Я человек Божий. Я следую Господу моему и стараюсь вознаграждать благодеяниями тем, которые нестерпимое зло сделали мне. Ибо я боюсь Бога. Потом, показав сколь великим благоволением, от Бога он пользуется. Говорит, Вы поступили со мной злым намерением, но Бог все это обратил мне во благо. Так и Павел, говорит, любящим Богом, все содействует ко благу. Все, говорит, что же это все? То есть все неприятности, кажущиеся огорчения, он обращает во благо. Это самое сбылось и над дивным Иосифом. То самое, что сделали ему братья, то наиболее доставило ему царство при содействии благопромыслительной премудрости Божией, предлагающей злое во благое, чтобы были пропитаны, столь многие люди, не только для вас Бог обратило это в благо, но и для того, чтобы весь этот народ мог пропитаться. Итак, чего вы боитесь? Я доставлю вам и всем находящимся с вами все, что нужно для пропитания. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. Видите как? Не просто утешал их, но имел такую о них заботливость, что всю скорбь их уничтожил. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Монассиина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосифу братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда. Вот как и он, подобно отцу своему, заботится о том, чтобы кости его перенесены были. И заметь, как он желает укрепить дух братьев и обнадежит их касательно возвращения. Сперва предвозвещает им, что они возвратятся, а потом говорит, вынесите при исходе мои кости. Это делает он не без причины и не напрасно, но имел в виду двоякую цель. Первое, чтобы египтяне, памятой о стольких его благодеяниях, легко людей провозглашая богами, не имели в теле праведника предлога к такому нечестию. Второе, чтобы израильтяне вполне были уверены, что непременно возвратятся. Если бы это не было достоверно, то он не завещал бы им вынести с собой его кости. И нечто необычайное и дивное открывалось в том, что питавший всего Израиль в Египте делается предводителем пришествия его и вводит его в землю обетованную. И умер Иосиф в 110 лет и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Для чего означена здесь и его лета? Для того, чтобы знать, сколько лет он имел в своих руках управления Египта. В 17 лет он прибыл в Египет, в 30 лет явился к фараону и столковался сны. В продолжении 80 лет держал власть над всем Египтом. Видишь, как награды превышают труды, как многообразное воздаяние. В продолжении 13 лет он боролся с искушением, перенося рабство, беззаконные обвинения и злострадания в темнице. Но как он перенес все мужественно, с благодарностью, в своей настоящей жизни получил щедрое воздаяние. Обрати внимание на то, что за краткое время терпения в рабстве и заключении он управлял царством в продолжении 80 лет. А что он все делал по вере, и по этому побуждению завещал перенести свои кости, высуши слова Павла. Веру Иосиф, умирая, заповедал сыновьям Израилевым о костях своих. Этим не ограничился, но чтобы показать, по какому побуждению Иосиф заботился о перенесении своих костей, он и говорит, о костях своих завещал им. Может быть, сегодня мы говорим слишком много, но простите. Приближаясь к концу книги, мы хотим сегодня окончить ее изложения и таким образом заключить свои поучения. Присоединим только обычное увещание, чтобы вы помнили сказанное и подражали добродетелям древних праведников, их незлобию к обидящим, их долготерпению к наветующим, их высокому смирению. Такими добродетелями и этот праведник Иосиф привлек столь великое от Бога благоволение. Если и мы желаем иметь свыше помощь, то будем заботиться о добродетели. Таким образом, и мы привлечем благодать Духа, и настоящую жизнь проведем беспечально, и будущее наследуем благо, чего и досподобимся все мы благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.